Александр, вы где работаете, я кем? В заму Азаровска, водитель автобуса. Водитель автобуса. У вас произошел инцидент, я понимаю, с руководством. Что послужило поводом, вам обратиться в полицию. Что случилось? У меня все где-то с месяца назад это еще прошло. По расходу дистоплива. Я ходил к начальству, знали завгар, знали механики, куда я брал дистоплива. Все это все знали. Я ходил к директору Кисаеву, но доказать я ему ничто не мог. Он кричал, что мы бараны, по-русски говоря, и ничего не умеем делать, неправильно эксплуатируем. Все, потом пошел месяц добивания. Постоянно звонки, постоянно говорили, что расход не такой. И в оконцовке они приехали ко мне домой, перевернули всю ограду без меня. Нашли старые канистры старого хозяева. Пустые, там ничего не было. И давай угрожать, пугать, кричать, материть, матом закрывать, всякое разное. Потом, что я сливал, чтобы сознался, короче. Александр, а кто они, кто эти трое людей? Исаев был. Лично, Валерий Андреевич. Да, лично. Потом главный инженер Прокопьев и зал с гаражом Масянин. Иди стояли рядом, смотрели, улыбались. А он сначала пугал, материл. Кто стоял, вылылся, давайте вот конкретно по ситуации. Инженер и завгард. Они все это видели. Стояли рядом с автобусом. И все это видели, это было все на их глазах. А было что? Что он сначала угрожал. Вам? Да. Мархал там руками. Вначале он меня поначалу не бил. Ему надо было, чтобы я сознался, что я брал дистоплива. Ему кому? Исаев Валерий Андреевич. А потом, когда я уже отрицал, но если я их не брал, как я мог на себя это взять? А потом у него, наверное, нервы сдали, и все, я пропил на меня избивать. А эти в бою, инженер и завгард, они стояли рядом и просто за всем их могли дали. Если бы не выскочила жена, я бы значит была. Жена это все видела. А избивал, то есть, руками, ногами, как он наносил побори? Руками? Руками. Да, забор у меня забил, и по первой забору он носил. А бил по каким частям от него? Здесь синяк был, здесь по шее, искры за глаз летели. Все это в карточках, везде все есть. Вы обратились после этого в больницу? Да, я сразу в больницу, у меня в больнице хотели вообще на скорую вести, потому что у меня давление было 190, дышать не мог. У меня операции на легких раньше были. Я начинаю нервничать, все это дыхает, даже сейчас услышно. Все. Меня в больнице хотели на скорую вести. Скорая не было, у нас скорая своя, она была в городе Назаро. Мы с женой потихоньку в машине поехали. Сначала в больницу, в травмпункт, потом в травмпункт, в полицию, в всякий день. И вот нападение, которое было на вас, чем по итогу закончилось? Признались вы или вы остались на Саева? Нет. В больнице. В больнице. В больнице. С силой телефон. С забора сидел. Телефон с кармана вытащил. Набирал полицию. Они, давай, давай, мол, звони. И все, в машину сели. Жена к ним за двери за машину. вазик все они разлюбнулись они все были трое на одной машине на одну машину приезжаю а почему не полиция напугались что вы вызваете полицию на том что все связано а вот такой случай который с вами произошел он единичный нет очень много все боятся это хотел сказать все очень боятся все забитые все включая женщин лупит всех подряд все боятся если приехать и взять а так анонимно много чего расскажет то есть вы хотите сказать что валерий исаев применять физическую силу там к работникам все говорят все и когда я все это написал заявление нельзя сказать не сдавайся все говорят что хоть кто-то один нашелся александр ну а с топливом то что все таки по итогу произошло почему он пропал и почему эти притомители возникли буквально вчера они делали замеры и сегодня утром рассказали вот сегодня утром где-то в девятом часу утра мне сказали из-за неисправности но это там не начальство никто я думал они позвонят голос если фактически расходуют столько агонас показывает на 15 на 12 литров больше я-то причем когда я заправлялся 70 литров банк направляет а показывает по глонасту 102 расход как так если вы забрали заправился 70 а по глонасту показалось то то есть это просто неисправность вот эту электронную аппарату да я доказывал стоял другой двигатель вообще заменили двигатель который там не должен стоять его заменили никто не знает ничего не перерегистрировали как был который должен стоять электронный такого ушел поставили простой белорусный который шоу для гадрика его поставили автобус он для этого машины и регистрационные действия тоже никакие сделаны не были то есть решили заменили все на это да 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 даже документ вы сейчас работаете чувство мне русская я вырос как вышел я бы на больничном с 21 по 29 30 числа я пошел воду я не могу так работать с кем работать чтобы ездить и бояться что у меня это выловить вообще привет жить продолжаете стекло да он сказал все на выселение у меня трое детей сам младшему 7 месяцев она усилили на основании чего потому что он никого не прописывает когда я приехал три года назад туда он прописал меня только одного когда жена пошла чтобы ему ее прописали он сказал нет а наша прописано в трущобе вообще не крыши и дверей там нету чтобы подписка такой не было он никого туда больше не прописали вот я пошел детей прописал вот он сейчас крестит что через суд детей на улицу всех на улице он ни с кем не считается он прямо всем говорит мне до ваших детей собирайте и уматывать откуда пришли я три года отработал меня ни одного опоздания ни одного нарушения я не пью у меня ничего за что я заработал вот этого три года я сутками работал в пять утра встаешь и до 8 до 9 вечера ну настроен еще дальше что делать даже не на работу я не возьму не пятьдесят пять лет вот на станет и жигулях найти сейчас езжу кормить троих детей жена в декрете она пошла к нему чтобы просто переписать дом он сказал нет что она будет платить тогда все высчитывают за дом высчитывают коммунального считают я ничего не получал вообще подправка зарплата фактически получается не такая уж сладкая жизнь теплом до этого не так уж как бы я давно туда уехал если будете дитя нравится школа хорошие все хорошие поселок они только услышал что про переезд слезы не они это могут быть на чемоданы муж у меня троих два по 10 110 11 11 и вот младше 7 месяцев